Всем привет, друзья! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Эксперимент» 2010 года. В основе сюжета лежит история молодого человека по имени Трэвис, которого сокращают в доме престарелых из-за нехватки финансирования учреждения государством. На демонстрации парень знакомится с девушкой по имени Бэй. Сидя в баре, она рассказывает Трэвису, что решила отправиться в Индию, предлагая парню поехать вместе с ней. Но у Трэвиса нет денег на такое путешествие, из-за чего он сканирует газеты на наличие подработки для быстрого заработка. Найдя объявление с работой на две недели, где предлагается оплата в 1000 долларов в день, Трэвис отправляется на собеседование. Собрав всех желающих, ученый рассказывает о цели эксперимента, в котором они воссоздадут условия пребывания в тюремном заключении. С каждым потенциальным претендентом проводят индивидуальные беседы, после чего подключают к датчикам, показывая разные видео от милых песиков до ужасающих кадров войны. Трэвис встречается с Бэй перед ее отъездом. Девушка обращает внимание на костяшки парня, которые по ее словам очень мягкие и нежные. Трэвис рассказывает Бэй об эксперименте, благодаря которому у него появятся деньги на поездку в Индию. По результатам тестов ученые отбирают 26 человек для участия в эксперименте, которых доставляют на базу вдалеке от цивилизации. Ребят делят на две группы, одна из которых в составе 18 человек будет выполнять роль заключенных, а остальные 8 – роль надзирателей. Доктор Арчалетта объясняет новоиспеченным охранникам основные правила, которые те должны будут исполнять. Любое отступление от правил будет означать конец эксперимента, без оплаты гонорара. Если кто-то из заключенных нарушит правила, обязанность надзирателя придумать адекватное наказание в течение 30 минут. Иначе загорится красная лампа, также означающая конец эксперимента. В первый день заключенных обливают водой из шланга, затем выдают одежду. Выстроив всех в одну шеренгу, Чейз объявляет, что с этого времени к ним будут обращаться только по номеру, никаких имен. У каждой камеры написаны номера, которые соответствуют заключенным. Тревис, войдя в свою камеру, произносит свое имя, но парень, находящийся внутри, оглядываясь на камеру слежения, произносит свой порядковый номер. Третьим заключенным, поселившимся здесь же, является Бенжи, графический романист. Играя с мечом, один из заключенных случайно попадает по лицу надзирателю, которого другие охранники тут же уводят. Бош, надзиратель, считает это случайностью и просит остальных вернуться к работе. Но Чейз думает иначе, так как следуя пятому пункту правил, заключенные не имеют права прикасаться к надзирателям, пусть даже и мечом. Хотя пострадавшие охранники против наказания, остальные, боясь прекращения эксперимента, отправляются к камерам. Выстроив заключенных, Чейз приказывает виновному отжаться десять раз, но тот отказывается, ведь это была случайность. Надзиратель, не желая спорить, приказывает остальным заключенным отжаться десять раз, что те выполняют, а вместе с ним приходится и виновному. Вернувшись в комнату охраны, надзиратели считают свой поступок оправданным, ведь лампа не зажглась, а значит они все сделали верно. На второй день в столовой Трэвис наблюдает за каким-то подобием еды, которое ему накладывают в разнос. Заключенные удивлены тем, что Ник, 17 номер, съел все без остатка, тогда как другие даже смотреть на это не могут. Трэвиса останавливает надзиратель, заставляя доесть обед, ведь у них в правилах это четко прописано. По словам Чейза, никто не выйдет из столовой, пока тарелки не станут чистыми. Трэвис, переворачивая разнос, вываливает кашу на руки надзирателю. После приказа снова отжиматься, заключенные начинают кидаться в охранников, из-за чего те уходят, оставив заключенных. Собравшись, надзиратели начинают думать, какое наказание применить к заключенным, ведь бунт нельзя оставлять незамеченным. Барис предлагает унижение в качестве наказания. Ночью охранники врываются в камеры, разбрызгивая огнетушители. Вытащив Трэвиса, парня приковывают наружниками к решетке. Барис сообщает, что с этого момента больше никаких бунтов. Зайдя в туалет, Майк чувствует возбуждение от ощущения власти над заключенными. На третий день Барис обнаруживает отсутствие одного из узников. Оказалось, что Бенжи страдает сахарным диабетом. Парень нуждается в инсулине, который остался в его сумке на складе. Чейз считает болезнь чупухой, ведь его бабка также страдает диабетом, и ничего страшного с ней не произошло. Охранники выволакивают Бенжи, но Трэвис, пытаясь их остановить, снова ввязывается в конфликт, после чего надзиратели разгоняют всех по своим камерам. Ник, сосед Трэвиса, просит парня притормозить и не ввязываются в скандалы с надзирателями. Но Трэвис не считает их охранниками, они лишь исполняют роли. Ночью надзиратели вытаскивают из камеры Трэвиса, парня связывают, после чего бреют на лысо. Потеряв голову от свалившейся власти, Баррис роняет Трэвиса на пол, начиная на него мочиться, подзывая остальных. В комнате охраны Бош предупреждает остальных, что еще одна подобная выходка, и он выходит из игры. Для всех это означает то, что эксперимент будет окончен, и никто не получит денег, ради которых все здесь. На четвертый день Чейз пытается удовлетворить сам себя, но это замечает другой охранник, спугнув парня. Бош, подойдя к камере Трэвиса, замечает, что Бенжи совсем плохо. Трэвис предлагает 2000 из своего гонорара, если охранник принесет лекарства из сумки Бенжи. Бош, отказавшись от денег, пробирается на склад в поисках инсулина. Тем временем Чейз поднимает одного из узников, которого провожает в помещение без камер. Там надзиратель принуждает заключенного, но его застукивает Баррис. Чейз придумывает отговорку, что заключенный якобы хотел что-то сообщить о Трэвисе. Барриса зовет один из охранников, показывая на мониторах Боша, который роется в сумках заключенных. Майк с двумя надзирателями встречают парня, выходящего со склада, приказывая достать все из карманов. Узнав, что Трэвис уговорил Боша принести инсулин, Баррис сам приносит лекарства в камеру, угрожая парню скорой встречей. Трэвиса притаскивают в туалет, где Баррис в качестве наказания заставляет парня мыть унитазы. После того, как Трэвис посылает Майка, парня опускает головой в унитаз, заставляя признать, что он заключенный. Спустя некоторое время Баррис просит Боша выйти поговорить. В туалете, куда Майк его приводит, на Боша набрасываются другие надзиратели, принимаясь его избивать. На пятый день заключенных знакомят с новым узником, Бошем, которого Баррис перевел в число арестантов. Пока Майк произносит речь, Трэвис демонстративно снимает Майку, что за ним повторяют остальные. На приказы Барриса парень не реагирует. Запрыгнув на решетку, Трэвис просит в камеру открыть двери и признать эксперимент проваленным. Парня сбрасывают на пол, и Баррис, придавливая его дубинкой, приказывает больше так не делать. Бен же не выдерживает и бьет Барриса по затылку, получая в ответ дубинкой по голове. Трэвиса за его выходку запихивают в котел, а всех заключенных рассаживают в одиночные камеры. На следующий день Чейз снова принуждает арестанта исполнить его желание. Сняв с руки браслет, который ему подарила Бэй, Трэвису удается открыть створки котла и выбраться наружу. Подкравшись к Чейзу, заключенные вдвоем набрасываются на него. Забрав у него ключи, Трэвис освобождает Ника, своего соседа по камере, а затем открывает все остальные клетки. Заметив это, Баррис хватается за нож, ведь заключенные скоро доберутся до них. Надзиратели, понимая, что их ждет, оставляют Барриса и сбегают, но Майк, струсив, бросается за ними следом. Охранники бегут к воротам, пытаясь их открыть. Появляются заключенные, которые начинают избивать надзирателей. Баррис ножом пытается ударить Трэвиса, но тот хватается рукой за лезвие, после чего принимается избивать Майка, превратившись из сиделки в доме престарелых в опасного зверя. Зажигается красная лампа и ворота здания открываются, означая конец эксперимента. Люди выходят на улицу, переставая избивать друг друга. Приезжает автобус, забирая подопытных, кроме Бенжи, который погиб от удара Барриса. В автобусе все участники эксперимента получают чеки на 14 тысяч долларов. Спустя некоторое время по новостям сообщают, что доктор Арчелата, который проводил собеседование в самом начале, был арестован и ему предъявлено обвинение в убийстве Бенжи. Трэвис, получив гонорар, отправляется в Индию, встретившись с Бэй. На этот раз девушка замечает, что костяшки парня уже не такие мягкие и нежные, какими были в прошлый раз. На этом все, спасибо за просмотр и до встречи на канале.